Добро пожаловать в канун праздника весны временно исполняющий обязанности главы Чуваши Олег Николаев Поздравил молодых родителей с пополнением Помним тебя, солдат В Урмарском районе по программе инициативного бюджетирования установили памятник солдатам Великой Отечественной Легенда джаза в Чувашии Рэй Браун провел мастер-класс для поклонников музыки Как сберечь традиции и заинтересовать молодежь Чувашской литературой? Что предпринимается на законодательном уровне для поддержки культуры и защиты родных языков? Эти темы с работниками библиотек сегодня обсуждали первый заместитель председателя Совета Федерации страны и временно исполняющий обязанности главы Чуваши Подробности в нашем материале О том, что национальная библиотека примет именно такой облик, раньше никто и предположить не мог, вспоминает Николай Федоров Вот архивное фото здания на проспекте Ленина, еще до реконструкции Инициатором модернизации выступил первый президент республики В 2009-м обновленная библиотека распахнула свои двери, а спустя два года открылся и пристрой Сейчас сюда приходят не только за книгами, но и на курсы раннего развития детей Они еще не ходят в садик, они сидят дома с детьми А здесь они приходят от года до трех Поэтому вот и родители общаются Время от времени, да, и потом начинают регулярно приходить Вообще почти регулярно Национальная библиотека продолжает расширять и электронный фонд На официальном сайте Цифрованные версии книг Одна из уникальных коллекций и издания Опубликованные в годы войны Труды чувашских писателей Сейчас можно не только прочитать, но и услышать Выбрали 100 лучших Мы их все цифровали Тоже выставили на сайт В прошлом году мы сделали Записали народные артисты Чувашской республики У кого хорошо ложатся голоса Нам помогло национальное радио На своем оборудовании Мы сделали аудиодиск Вот эта флешка на 27 часов И во многом благодаря таким проектам Культурные ценности чувашского народа Сохраняются на все времена В Рио главы региона отметил Что сейчас большая работа Проводится и на федеральном уровне Одна из предложенных поправок В Конституцию России Закрепить статус родных языков Теперь уже в Конституции закрепляется Проводить любые активные системные мероприятия По сохранению, развитию родного языка И соответственно национальных культурных ценностей Мы сняли проблему с сопротивляющихся попыткам Принудительного Когда заставляют принудительно изучать язык Были здесь и в Чувашии И при мне были Конституция гарантирует И этот закон гарантирует Теперь на уровне Конституции То же самое, что было в законе Который вы инициировали Гарантирует добровольность Как минимум изучения Кроме этого Гарантирует выделение денег Из федерального бюджета Издание учебников На подготовку преподавательских кадров И так далее Лучшие проекты готовы профинансировать И в недавно созданном фонде Поддержки родных языков Которым руководит Николай Федоров От своих земляков Первый заместитель председателя Совета Федерации Ждет заявок на участие в конкурсе Еще одна масштабная задача Развитие библиотечной системы региона Олег Николаев отметил Что в ближайшее время Будет разработана госпрограмма Библиотеки должны быть абсолютно иными Чем они сейчас Каковыми они сейчас являются И это на самом деле Должны быть такими центрами Ну и духовно-информационного И культурного пребывания человека Есть первая площадка Такая Она вот начата к реализации Надо иметь такой документ Для того, чтобы в том числе Был аргумент Требовать добиваться денег Выделения денег из федерального бюджета Чтобы привлечь в библиотеки Молодые кадры В Совете Федерации Разрабатывают программу Земский работник культуры Президент поддержал В решении госсовета есть А это пункт резолюции Февральского совещания 2019 года в Совете Федерации В общем-то все идет Достаточно позитивно Такие инициативы Особенно значимы Для развития села Олег Николаев отметил Что в реализацию программы Земский работник культуры Включится и регион Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев Республика Чувашия один из лидеров В стране по экспорту сельхозпродукции В прошлом году при плане 24,5 миллиона долларов Аграриями поставлена продукция В среднем на 26 миллионов Рост составил 12% К 2018 году Продукция чувашских аграриев Поставляется в 37 стран мира Основные это Китай, Германия, Белоруссия, Украина, Казахстан, Польша, Азербайджан, Великобритания География экспорта расширяется Индия, Сербия, Греция, Япония Структуре экспорта 80% Занимает продукция глубокой переработки Это кондитерские изделия Соусы, кетчуп, горчица, пиво, гранулированный хмель 20% составляет сырьевая продукция На прямой связи Временно исполняющий обязанности главы региона Сегодня Олег Николаев онлайн Общался с жителями республики В социальной сети ВКонтакте Трансляция шла в сообществе С более чем 100 тысячной аудиторией Можно? Можно? Добрый день всем Сегодня у нас новый опыт Общения органов исполнительной власти С жителями республики И всеми, кто сочувствует тому, что происходит в Чувашии Прямая линия В сети ВКонтакте Отвечаем на вопросы, которые поступали К нам в течение Уже четырех дней За четыре дня под постом о прямом эфире На портале подслушано Чебоксара Собралось более 1300 комментариев Это живой интерес к новому формату общения с жителями Кстати, в развитии и поддержке чувашского языка В республике Олег Николаев заинтересован Поддерживать будут особенно новые форматы подачи Интерактивные и 3D игры Львиная доля вопросов касалась мусорной реформы И ЖКХ, участников долевого строительства Острая и насущная тема Невысокие зарплаты в регионе Проблема кроется в слаборазвитой экономике Прежде всего надо заняться Я бы так сказал, перезагрузкой Развития экономики Чувашии Чем мы в принципе с первого дня занялись Мы создали Высший экономический совет На площадке Высшего экономического совета Мы тут же взялись за переработку Стратегии развития Чувашской республики Наша задача вот как раз получается Через, скажем так, совместную работу С этими крупными предприятиями Реализацию крупных инвестиционных проектов А на фоне этого будет появляться Много таких мелких потребностей У этих крупных предприятий Развивать малый и средний бизнес И таким образом Таким образом Вот как дать мощный импульс Развития вот всей экономики Отвечать на вопросы жителей региона И принимать предложения Временно исполняющей обязанности Главы Чувашии Олег Николаев планирует и лично В его графике запланированы поездки По городам и районам Ирина Волкова, Игорь Зверев, Республика Переход населения на раздельный сбор отходов Нужно стимулировать Просто расставить во дворах контейнеры Для разных составляющих будет недостаточно Это мнение экспертов Госсовет Чувашии сейчас готовит обращение По этому поводу в адрес правительства страны С раздельным сбором отходов Столицы Республики Экспериментируют уже больше полугода Специальные контейнеры Стоят в микрорайоне университет Новый город Есть несколько адресов и в Новочебоксарске И вот первые итоги от регионального Минстроя Пока, увы, только половина отсортированного мусора Соответствует требованиям дальнейшей переработки В баке для бумаги стекла и пластика Попадает слишком много пищевки Проведу банальный пример Вы взяли листок бумаги А4 Скомкнули его, выбросили Сверху засыпали его картофельными очистками Сами понимаете, что сделала Теперь листок бумаги Он не пригоден для дальнейшей переработки Тем не менее, перед республикой Стоит задача постепенно внедрить Раздельный сбор во всех муниципалитетах Государственный совет Чувашии Сейчас готовит обращение в правительство страны С предложением на федеральном уровне Вести стимулирующие меры для населения Чтобы ответственнее подходили к делу И предприятия, которые занимаются переработкой Или используют в своем производстве вторсырье Если сказать по предприятиям Это налоговое облегчение Это не просто бизнес Скажем, переработка мусора Это экологически, социально ответственный бизнес Ну а второй момент То, что людям уменьшить плату За тарифы И это будет стимулом Но это нужно прописать в законе Сортируете ли вы отходы дома И что стало бы для вас стимулом Этот вопрос мы задали чебоксарцам Если управляющая компания снизит тарифы То это будет стимулом для того, чтобы сортировать мусор Поставить автомат И пришел, вкинул, пришел, кинул Раз тебе билет куда-нибудь на цирк В принципе, я за экологию Поэтому стараемся максимально собирать раздельные И батареи сдавать В первую очередь, наверное, контейнеров у нас мало в городе Вот у меня возле дома контейнеров таких нету Для раздельного сбора И на весь район там один-два может их стоит Ну, у нас стояли раньше, но не сортировали все равно Так, а то уже почему, как думаете? Мне просто лень было, наверное Да, я и так сортирую и выкидываю все Сейчас идея снизить тарифы не все так просто Дело в том, что вопрос получения дохода с продажи в Торсырье Региональными операторами законодательно не урегулирован Но даже если этот вопрос будет решен Самовольно снижать плату на сумму выручки они не смогут Это должна будет учитывать служба по тарифам Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика На экзамен с электронной шпаргалкой Житель Маргаушского района осужден за незаконное использование специальных технических средств Для негласного получения информации Где и в каких целях было использовано шпионское оборудование Смотрите в сюжете наших коллег из пресс-службы МВД Пошел на экзамен в ГИБДД, а оказался на скамье подсудимых Все дело в том, что пересдавать теоретическую часть испытания после лишения водительских прав Житель Маргаушского района Чуваши отправился оснащенный по последнему слову техники Что с вами? Ухо болит А это вам не помешает? Нет, нет, профессор, не беспокойтесь Похожим способом действовал и подсудимый Правда, технику использовал куда более совершенную Это непосредственно сама видеокамера Передатчик видеосигнала И приемник акустического сигнала То есть в данном случае у нас был маленький микронаушник Который вставлялся в ушную раковину Достаточно глубоко и внешне был незаметен С помощью антенны принимался сигнал И, соответственно, человек слышал правильный ответ 45-летний мужчина серьезно готовился к экзамену Но не в привычном нам понимании Он нашел людей, которые за вознаграждение могли снабдить его всем необходимым Включая одежду Особенность рубашек заключалась в том, что Элемента, одного элемента в виде пуговицы не было Вместо этой пуговицы вставлялась пуговица с клеенной камерой На тыльной стороне размещалось оборудование Сама пуговица, фокусирующий объектив И сзади крепится мониатюрная камера Главное было направить хитрую пуговицу прямо на экран с вопросами теста У помощника был такой экран Он смотрел, что у него изображено на мониторе Чтобы помощнику были хорошо видны экзаменационные задания На испытуемом могла быть не одна камера Хотя внешне сельчанин ничем не отличался от других водителей, пришедших на пересдачу Что-то в его поведении насторожило сотрудников ГИБДД На выходе нашпигованного техникой посетителя ждали сотрудники отдела КМВД Что-то и для оперативников стало сюрпризом Опа-на, стоп-стоп-стоп-стоп Опа-на, и вот еще Пересдать на права задержанному не удалось Но это было еще полбеды в сравнении с тем, что он стал фигурантом уголовного дела Жителю Маргаушского района было предъявлено обвинение в совершении преступления Предусмотренного статьей 138 Прим Уголовного кодекса Российской Федерации Незаконное приобретение специального технического средства Предозначенного для негласного получения информации Своей причастности к откриминированному деянию он не отрицал Отрицать вину в подобном случае подсудимому было бы бессмысленно Аппаратура, как говорилось в фильме, при нем Но и у сотрудников полиции сегодня есть все необходимое для выявления подобных преступлений Признать вину в совершении преступления предусмотрена статья 138.1 УКР И назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей Приговор еще не вступил в законную силу Приговоры восстановления понятны? Сроки обжалования понятны? Делайте свидетельство Более 50 памятников павшим воинам находятся в Урмарском районе А в деревне Кульгеши появился большой мемориал На окраине деревни Кульгеши у самой дороги высится памятник с красной звездой и с надписью Мы помним тебя, солдат Этот мемориал вряд ли бы появился, если бы не инициатива самих жителей С лесами населения были изготовлены мемориальные влиты С именами ветеранов Великой Отечественной войны подготовили Конкурсную документацию, смету на этот памятник Общая сумма по смете у нас была 701 тысяча По инициативе бюджетирования у нас средства населения 20% Общая сумма средства населения 20% И остальные 60% это средства республики У нас было решено население денег собирать Идея создания мемориала зрела долго Начало работе положил местный фермер К нему присоединились все неравнодушные В 2009 году как бы перезахоронение было Участники Великой Отечественной войны В Ленинградской области привезли Вот тогда уже задумки были И где-то это мы начали засыпать В 2013 году площадку сделали Потом как бы дело пошло Сегодня в деревне проживает около 300 жителей На мемориале 219 фамилий А это значит, что на фронт уходили практически с каждого дома Очень приятно, что у нас деревня такой большой, красивый памятник Что мы почтили таким памятником всех павших солдат В нашей семье был мой дедушка Хохлов Петр Григорьевич Он умер на поле сражения, не вернулся Пропал без вести в 43-м году Его имя здесь написано В прошлом году жители села посадили здесь ели и сосны Как только сойдет снег, работы по благоустройству и озеленению продолжатся Нынче весной хотим вокруг памятника сажать цветы И в честь павших также сажать саженцы деревьев Забывать своих близких, отдавших жизни за мирное небо над головой Мы не должны, считают жители Кульгеши В планах создания еще одного мемориала Установить хотим детям, труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны Для которых девизом было Все для фронта, все для победы Вот это с тела хотим установить Почти 7 тысяч человек ушли на фронт только с Урмарского района Из них более 4 тысяч не вернулись В год 75-летия победы будет отремонтирован и этот памятник в центре поселка Урмары Полностью обновят фасад, появится новая брусчатка Наталья Мальчикова, Бахтияр Вильев, Республика В преддверии 8 марта в президентском перинатальном центре родились 12 мальчиков и девочек Церемония торжественной выписки оказалась необычной Анечка, первый ребенок в семье Дмитриевых Спит на руках родителей и даже не подозревает, что происходит вокруг Вспышки фотоаппаратов и видеокамер, букеты цветов, поздравления Так начинается новая жизнь для этих младенцев и их родителей Моя первая долгожданная дочь Ждали всей семьи, можно сказать До этого у нас внуки еще есть у бабушек Но мою дочь, наверное, ждали все вместе хором очень-очень долго И вот наконец-то дождались Анечка Для нас и так большой праздник, то, что мы получили свое счастье, свою дочь А еще в разы украсили этот праздник Вячеслав встречает жену вместе теперь уже со старшим сыном Богатырь в конвертике при первом знакомстве немного нервничает И всячески дает понять, что ему жарко и пора ехать домой Мы рады, что у нас мальчик Будет друг для старшего сына С девочкой, наверное, все равно так бы не играли А тут они вдвоем, будет весело Мы рады, что у нас мальчик За девочкой пойдем Думали сперва, чтобы подрос первый сынок Чтобы было полегче И вот решились вообще классно То, что сам глава приехал Поздравить, это вообще, конечно С молодыми родителями познакомился и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Наша задача, конечно же, заботиться прежде всего о вас Чтобы у вас в семьях было все в порядке С праздником, конечно, дорогие женщины, с наступающим Чтобы улыбки были не только сегодня и завтра, но и каждый день желательно С праздником! Добра вам и счастья! Красота на страже порядка Титулованная чувашская красавица Лидия Пуганова ежедневно помогает сотням горожан Обратившимся в дежурную службу Служба 02 МВД по городу Чебоксары Помощник оперативного дежурного Младший сержант полиции Пуганова Вас слушает, здравствуйте Чем мы можем вам помочь? За сутки дежурства Лидия Пуганова Помощник оперативного дежурного службы 02 Отвечает почти на 700 звонков Мне посоветовала знакомая И сказала, что требуются сотрудники Я пришла, попробовала Устроилась, мне понравилось Потом решила аттестоваться Получила первое полицейское звание Параллельно с работой в службе 02 Лидия учится на юридическом факультете ЧГУ Профессионально занимается спортом и вокалом Участвует в конкурсах красоты В 2018 году она представляла республику Во всероссийском конкурсе ЧВАШ Пиги А еще через год Лидия Пуганова стала его победительницей Совсем немного осталось до первого весеннего праздника Международного женского дня О том, что этот праздник значит для чебоксарцев Смотрите в нашем опросе Восьмое марта это тяжелый день Любовь, счастье и жена А у вас какие-то традиции особые есть для этого праздника? Будут с этого года Женский день Женщин дарит подарки, их делает приятно Продолжите, пожалуйста, фразу Восьмое марта это праздник весны А символ есть какой-нибудь лично ваш? Вот что? Весна это вот с чем ассоциируется приход весны? Весна с цветочками Дело не в этом, что дарят А главное, чтобы он человек, ну, как бы сказать, любил А какие традиции лично у вас, как будто мужчины, для ваших женщин любили? Поздравляем всех женщин А как? Есть что-то особенное? Да, с букетами Вы уже готовитесь, да? Да, 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 готовимся Восьмое марта это возможность мужчине показать свои чувства девушке То есть не забыть там, как о дне рождения ее Вот и ничего не подарить А вот просто вот он помнит всегда восьмое марта И всегда может в полной мере вот показать свои чувства А как ты поздравляешь маму, бабушку, там, вообще свои женщины? Поздравляю маму, желаю счастья, любви и долгой жизни Счастливый женский праздник Желаю всем счастья, добра и здоровья, самое главное Легенда джаза Рэй Браун в столице Чувашии Перед своим концертом именитый исполнитель провел мастер-класс Об особенностях соул, манеры и принципах вокальной импровизации Рэй Браун расскажет Юлия Важенина Слышите разницу, как джаз отличается от хорового исполнения? Африканские ритмы, европейская гармония, американский фольклор Под влиянием всех этих веяний и родился джаз Рэй Браун сейчас, пожалуй, самый яркий исполнитель этого направления Сына королевы джаза Эллы Фиджеральд с детства окружали именитые музыканты Отец Рэй Браун старший, один из самых востребованных аккомпаниаторов за всю историю джаза От него Рэй и запомнил самое главное Первое, что мы должны помнить, как вокалисты Уважайте группу музыкальную Взаимодействие с музыкальной группой – очень важная составляющая хорошего выступления Музыка следует за вокалистом и наоборот В джазе, например, я могу спеть свою партию Потом услышать, как Стас что-то сыграет, неожиданный какой-то пассаж И при этом я подхвачу и исполню это в вокале Одна и та же мелодия под разный аккомпанемент может звучать по-разному Вот, например, Рэй поет с клавишными А вот как мелодия звучит уже с бас-гитарой Хотел представить выступление музыкантов как бы с точки зрения самого выступления Очень часто обучают технике пения, навыкам искусства, мастерству Но нам редко рассказывают о том, как же, собственно, вести себя на сцене И как преподносить это людям Когда начинается, собственно, ваше выступление То тогда вы должны донести до публики то, кем вы являетесь А не просто изображать каких-то других, ну, свои идеалы То есть не свои идеалы несете, а сами себе Как завоевать любовь и внимание публики? Что делать, если забыли слова? И даже как восстановить голосовые связки? Своими секретами именитый джазмен поделился с аудиторией Впечатление очень бурное Это очень раскованный, свободный исполнитель Видно за его плечами большой опыт Хочется, чтобы такие исполнители почаще приезжали к нам и радовали нас В джазе мне нравится свобода исполнения Персональное выражение музыканта как личности Путем вкладывания эмоций в инструмент Когда на сцене видно душу человека, в том, как он двигается, как он говорит, как он поет Ну, это, пожалуй, самое такое важное Услышать вживую исполнение Рея Брауна все ценители столицы Чувашии могли на концерте Юлия Важенина, Павел Редков, Республика Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика» Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь И до встречи в эфире национального телевидения Чувашии Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому